За сбор краснокнижных грибов могут увеличить штрафы. Такой проект предложил Минюз. Так, если в корзинке окажется гриб, занесенный в Красную книгу, то нерадивому грибнику будет грозить штраф от 15 до 100 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель заплатит за сбор от 100 до 150 тысяч. Организации от 500 тысяч до миллиона рублей. Все грибники собирают подосиновики, а в Красную книгу занесен подосиновик белый. При желании, конечно, все что угодно можно спутать и списать на это. Но подосиновик белый так и называется, в связи с тем, что у него все части плодового тела белые. Вот его не спутаешь, если захочешь узнать. Всего в список запрещенных для сбора грибов входит более 20 видов. Среди них масленок рубиновый, тортовик лакированный, труфель летний, вешенка семгово-соломенная. Сыроежка зеленая тоже. Есть разница в окраске и, соответственно, можно спутать, но лучше этого не делать. Гиропор синеющий или синяк его обычно называют. В некоторые годы, в некоторых действительно хороших лесах плодовых тел образуется много. И грибники его знают и собирают, но этого делать не надо. Среди краснокнежных грибов есть ежовик коралловидный. Этот уникальный гриб имеет неповторимый внешний вид. Он действительно похож на коралл. Он является съедобным. Нерадивые грибники его нередко собирают. Теперь, если законодательство ужесточат, нарушителей ждут немалые штрафы. Любые сведения, полученные тем же грибниками, тем же натуралистами, просто любителями природы, сообщать нам в Рязанский университет, в лабораторию по изучению и охране биоразнообразия. Отправиться на охоту можно за грибами, которые можно собирать. Сейчас пора лисичек. Их можно набрать полную корзину. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».